Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восадули в огороде. И сегодня я хочу показать вам тот результат, когда мы сеяли петунью, именно замоченную сколиусом в перекиси. Как она себя чувствует, как она всходит, ролик вы этот можете посмотреть. Находится она у меня сейчас, несмотря на то, что стоит она под лампами, и все-таки она все равно немного подвытягивается. Потому что недостаток в том, что стоит она на стеллаже, который находится не напротив окна, а все-таки это глухой стеллаж около стены. Ну что ж, вот сейчас я открою парничок и покажу вам вот такие вот, да, прям вот маленькие, малипусенькие всходы. Как же мы поступаем в этот момент? Вот как только они появляются, мы начинаем заниматься вот такой, это ювелирная работа, необходимо подсыпать землю для растений, чтобы они дальше не вытягивались. Это сделать необходимо. Как только появляются всходы, мы слегка как бы присаливаем землю, а вот потом уже или нож, или вот в данный момент у меня вот вилочка вот так, видите, пластиковая, я начинаю аккуратно-аккуратно засыпать растения землей. Когда подсыпаете вот такую рыхлую землю или косовый субстрат, не бойтесь, если у вас даже немного вот так как бы земля попадает на листочки. Питуния все равно потом она пробьется и будет все нормально. Вот так же мы поступаем и с колиусом, он тоже очень хорошо взошел. Потом накрываем обязательно, снова вот так создаем парниковый эффект и питунью отправляем под лампы, чтобы был доступ света, чтобы она не тянулась. И, конечно, желательно понизить температуру где-то можно уже до 20 градусов, чтобы она не вытягивалась. И вот в таком вот состоянии, пока не появятся настоящие листочки, питунья будет вот расти вот в таком вот парничке. Ну что ж, вот еще краткий обзор моей питуньи, которую мы просто сеяли с перекисью водорода, что этот вариант обработки семян работает. Вот результат налицо. С вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогороди. Пока!